МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЕСНЯ А песню, визитную карточку Валентины Толкуновой сегодня без слез не может петь ее мама Евгения Николаевна. Мой милый, если бы не было войны, мой милый, если бы не было войны... Для меня время это не отдаляется. Это тяжело. Марк Минков был автором музыки к самым любимым фильмам. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Старый рояль весь в испуге раньше играл. И мелодии к самым трогательным детским мультфильмам тоже написал он. А дельфины мокрые, а дельфины мокрые не отрекаются. Сегодня наша программа посвящена памяти Марка Минкова. Песни и самые светлые воспоминания тех, кто в эти дни говорит друг другу не отрекаются, любя. Народная артистка СССР Алла Пугачева сегодня в нашей студии. Обычно трудно сказать, какая из ваших песен может быть названа визитной карточкой, но мне кажется, что ту, которую мы выбрали сегодня в эпиграф нашей программы, она как раз одна из тех. Вы помните, как Марк Анатольевич предложил вам эту песню? Конечно, помню. Но мы дружили. И когда он предложил эту песню, я не думаю даже, что именно мне он хотел её, а просто был концерт, какой-то отчётный такой, серьёзный концерт Союза композиторов в зале Чайковского. Он говорит, споёшь? Я говорю, ну, с оркестром. Я говорю, ну, давай попробуем. И впервые, говорят, на такой сцене, и в таком концерте, как композиторском, да, эта песня прозвучала два раза. На бис. И у меня была задача, чем, конечно, я тогда убила Марика, не повториться, то есть каждый раз по-разному спеть. И с тех пор я эту песню стараюсь спеть всё время по-разному, потому что её невозможно спеть одинаково, потому что разные чувства владеют тобой, когда ты поёшь эту песню. Но сейчас даже не об этом, а о том, что я очень счастливый и богатый человек. Иногда даже с одной такой песней можно прожить жизнь и сказать, что ты не зря прожил. Я считаю, что у меня пять бриллиантов. Марка Минкова – это реквием на стихе Марины Цветаевой. Уж сколько их упало в эту бездну. Эти летние дожди – это, а знаешь, всё ещё будет. Ты на свете есть. Ещё пятая, сейчас уже так волнуюсь, что не могу. И не отрекаются, любя? Ну да, я правильно, конечно. Давайте послушаем всё-таки кусочек этой песни, мне кажется, что... Ой, мне вот тяжело её сейчас слушать сегодня. Ну, давай. Не отрекаются, любя. Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя. А ты придёшь Совсем внезапно Не отрекаются, любя. А ты придёшь, когда темно Когда в окно ударит вьюга Когда припомнишь, как давно Не согревали мы друг с другом. Да, ты придёшь, когда темно И так и захочешь теплоты Не полюбившийся когда-то Что переждать не сможешь ты Трёх человек О, автомат Вот как захочешь Теплоты За это можно Всё Отдать Сейчас, конечно, молодое поколение Уже не совсем понимает, что значит Три человека у автомата И... Но это правда, что вы познакомились по телефону Что он позвонил вам И сказал Здрасте, я Марк Минков Такую версию я слышал Ну, наверное, знаешь, я даже не помню Потому что мы так давно знакомы Мы только в последнее время редко встречались Какая-то жизнь стала такая А так мы проводили очень много времени вместе И у меня сегодня с утра Вот песня не Марика А вот песня Теревердиева По улице моей Звучат шаги По улице моей друзья уходят, да? Так вот, они уходят И единственное светлое, что в этом есть В их уходах Это то, что Это все очень талантливые люди И они какой-то след оставляют в наших сердцах В нашей музыкальной культуре И... Песни будут петь, перепеваться У него масса Серьезных произведений Там более Такие крупные формы Ну, мне жалко, что Вот этого человека нет Потому что Ну, как-то мало его пропагандировали Как человека И он сам не лез Это такой Мне даже не верится, что этот Постоянно какой-то Улыбающийся человек Такой большой профессионал И большой ребенок По большому счету Это просто как ребенок был Не знаю Он так старался занять мало места Как суперинтеллигентный человек Вот пространство Меньше Все остальное так Друзьям, знакомым Он какой-то из другого века Пожалуй, из девятнадцатого Во всем И... Конечно, совершенно Не разбирающийся в быту человек И благодаря его супруге Галочке, конечно Он об этом не думал Но вот весь в музыке Весь в чем-то таком своем Ну, вот Я всегда видела его Очень удовлетворенным Своей жизнью Своим творчеством А песни Этой вот Которой, ты говоришь Следствие ведут Знатоки Гимн Гимн Но Он всегда Ну, с уважением, конечно К этому Сериалу Мы всегда со смехом Вспоминали Эту песню Он говорит Это, конечно, мне Непривычно было Такую простую песню написать Но я ее утяжелил Я ее там Как-то усерьезнил Усложнил мелодию Если те, кто вот Музыканты понимают Что усложнило на ее Но мы смеялись над текстом То, что в те времена Просто сказать, что у нас плохо Это нельзя было А это ж Вдумайтесь На первый взгляд Если где-то Кто-то там Кое-где Кое-где У нас порой У нас Ну, порой Порой Над этим мы всегда Очень смеялись И Марик В первую очередь И Последние вот Разговоры По телефону с ним Мне не нравились Честно говоря В нем была какая-то Неудовлетворенность Не личная жизнь А вот творческая Я это чувствовала Не, ну одно из ваших Телефонных общений Было в радиоэфире У нас есть этот звонок Это было на радио Давайте послушаем Фрагмент Да Сколько лет я ее пою И она остается просто Главной в репертуаре В моей жизни Я всегда говорю Жизнь дала Этой песне Именно ты Марик Я должна тебе сказать Что я уже столько лет Я ее пою И каждый раз По-разному Серьезно? Я каждый раз вижу Слезы На глазах у зрителей И должна тебе сказать Что Пожалуй только в одной песне Меня прошибает слеза Спасибо В общем я желаю Удачи Вот, целую, обнимаю Привет семье Нет, до сих пор не верится Что его нет Но есть же еще песни Которую вы пели Вместе с Кристиной Это было Практически первое появление Кристины Тоже написано же Да, да На стихе Дербенева Лени А знаешь Все еще будет Давайте посмотрим Как это было Внимание Понимаешь Все еще будет Что концов Убегают В рельсы Самолеты Уходят В рельсы Корабли Снимаются С якоря Если помнили Это люди Если помнили Это люди Чаще думали Вы о чуде Реже бы Люди Не плакали Счастье Что Даже птица Упустишь И не поймаешь Ответ Ему все-таки Хотелось Творить Не только для вас Но и для Кристины И когда Кристина Подросла Мне кажется Он с радостью Написал ей песню Какое произведение Вербочки Просто монументальное Вербочки Да Я Очень гордилась Что Кристина Эту песню поет И не боится Того Что там скажут Хит Не хит А понимала Что это просто Прекрасное Произведение Музыкальное Давайте Послушаем Как сам Марк Минков Рассказывает Про эту песню Внимание У меня сидит Значит Кристина И Володя Приседников Да И Тоже они меня Спросили Чего у тебя есть Ну я им сказал Ну есть вообще Вещь такая Симпатичная Мне нравится Я им собрал И Пугачёва Звонит Говорит Они сделали Из этого Какую-то Кантату На 7 минут Друзья мои Я свою песню Чаще двух раз Не слушал Так А это я крутил По-моему Весь день Настолько Это было Перпендикулярно Тому Что я сочинил И настолько Это было Талантливо Можики Да девочки Светики Да девочки Понесли домой А до нежки Теплятся Прохожие Трестятся И пахнет Весной Ветерок Удалит И Долбик Долбик Маленький Не задуй Огня Воскресенье Верпляет Завтра Встану Первая Для святого дня Долбик Ветерок 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 Ну в 79 году Вы исполнили песню Эти летние дожди Какая-то замечательная песня. Просто замечательная. И я огромное наслаждение получала, сама себя аккомпанировала в сольном концерте. Это были минуты наслаждения, потому что эти стихи Кирсанова, и это сама тема, особенно по тем временам, если вслушаться в эти стихи, да, это были, как всегда, 3-4 минуты счастья. Давайте послушаем, внимание. И песня новая. Композитор Марк Минков, стихи известного поэта Семена Кирсанова. Песня называется «Летние дожди». «Летний дождь». Аула Пугачева. «Летний дождь». «Эти радуги», «Эти тучи», «Эти летние дожди». «Нет, не будет жизнь как так, от которой я и не жил на душе, как в синем небе после ливня чистота. Где вы это откопали?» «А вот что вы чувствуете, глядя на время, на песню, на это видео? Как летит время?» «Догадайте с трёх раз. Ну, молодая. Сейчас я, правда, себе больше нравлюсь, чем тогда. Ну, молодая. И видно, что очень с лёгкостью пела, нравилось мне это. И такую песню спеть, ну, мне было легче спеть под собственный аккомпанемент. Не любила я, когда она была связана с аккомпанементом. Вот я сама, когда играла, как хотела, так и пела. Мне всегда это больше нравилось. Ну, я не знаю, это такой талантливый человек. Я даже не знаю, вот здесь сидят профессионалы. Много ли говорили о его таланте при жизни? Нет. Как обычно у нас. Ну, вот скажи, верна ли тогда эта послоица? «Скромность украшает человека». Ну, наверное, вот я считаю, что да, правильная послоица. «Скромность украшает человека». Но всё-таки те, которые окружают, они должны этого скромного человека как-то были вытаскивать и больше показывать. Почему мы всегда об этом говорим, когда уже человек вот ушёл из жизни? Почему мы при жизни никогда не говорим этого больше и чаще? Чтобы радостнее было художнику осознавать свою радость от того, что вот он что-то отложил в сердцах других людей, что его хвалят. Может быть, тем самым мы продлевали бы жизнь художникам, понимаешь? Особенно таким, как Марик. Сейчас мы сделаем короткую рекламу. Далее в нашей программе появится исполнитель легендарной песни «Наша служба» и «Опасные труда» народный артист СССР Иосиф Хабзон. В эфире «Пусть говорят» 29 мая остановилось сердце композитора Марка Минкова. Его песни знает и любит вся страна. И сегодня вспомнить композитора в эту студию пришёл народный артист СССР Иосиф Хабзон. АПЛОДИСМЕНТЫ Если кто такой и где у нас порой, честно быть не хочет, значит, с ними нам вести, не с ними вести, как назначено судьбой вести. АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь Владимирович, а каким Вы запомнили Марка Анатольевича? Марк был невероятно застенчивым человеком. Когда говорим, мы скромный был человек, а он был застенчивый. Да, это правильно. Вот мы часто встречались на каких-то, теперь это называется, тусовке. А раньше это назывались вечера, встречи, рождения, юбилеи, фестивали и так далее. Ну и все шумели, все общались. Марк всегда был в стороне от всего этого. И всегда как-то застенчиво улыбался. Вот я смотрю на его фотографии, посмотрите, вот он в жизни был не очень. Вот несмотря на то, что Алла сказала, что он был улыбчивым, он мало улыбчивым был. В компании нашей. Просто когда он тебя видел, он радовался и улыбался. Да. Вот. И он очень много работал вот после Аллы Борисовны. Он был очень востребован нашими исполнительницами. Мы его называли женский композитор. Он писал в основном песни для исполнительниц. Ну и вы исполняли несколько его песен. Я исполнял несколько его песен. Давайте посмотрим одну из них, чтобы сейчас напомнить. Напомнить мне. Фильм «Приказ перейти границу» нет телезрителям, конечно. Последняя минута. Не перекурим в тишине, домой с победой не вернёмся издалёка. Судьба нам выпала с тобой, остаться на войне. На той войне без отдыха и срока не отменяется полученный приказ. И поднимается в атаку наша рота. По десять выстрелов в упор на каждого из нас. И очередь на всех из пулемёта. На реке горькая беда. Останется кому-то Сверхи иногда Последний день Последний час Последняя минута Для меня из репертуара, предложенного Марком, Самое большое значение имела песня его «Вторая мировая». Это очень глубокая философская песня. И она очень актуальна. Она и сегодня звучит актуально. Из родного дома Выйду всем на зависть Кепка на затылке Щеблеты на ногах Мы вдоволь нагулялись Мы вдоволь нагулялись Мы вдоволь нагулялись В гирзовых сапогах Будем мы отныне Жить не забывая Тех, кто эту чашу Всю выпили до дна Вторая мировая Вторая мировая Вторая мировая Кончается война Что еще отличало Марка Он всегда работал с хорошей песенной поэзией И писал на очень хорошие стихи И у него был замечательный вкус К сожалению, наше, так сказать, не очень духовное время сегодняшнее Не востребовало эти песни Потому что он был один из тех, кого Кого не звали не потому, что песни были неинтересные А потому, что он был с ровной спиной Не как кремлевский курсант Он был душевно С ровной Прямой спиной Он так ходил Он не кланялся И поэтому он был не нужен Вот трагедия-то его ухода Как, впрочем, не только его Посмотрите на тех, кто присутствует здесь Кроме уважаемых и глубоко Но его любимых И давно известных Наших главных гостей Ведь фактически Мы соберемся, если соберемся В следующий раз На следующие похороны Потому что все, кто здесь сидит Не формат Это счастье, что он не формат Этому времени Может быть Да не счастье Ведь если бы мы жили, Алла, бесконечно Тогда, наверное, мы пережили бы Вот эти времена Ну это да Но я говорю о другом Что у него такой формат Что вот то, что сегодня Другой формат Может и хорошо, что он Не формат этого времени Но уверяю вас, что То, что делалось Вот по-настоящему Вот эти все его произведения И эти песни Даже в одну минуту Не отрекаются любя Формат Не формат Пройдет время Вспомнят И споют И перепоют И она будет Всегда Напоминанием о Марке Да, только он об этом не узнает И может быть Немножко обо мне Ильич Дович Если вы сможете Держаться еще на 10 минут Или вам уже Все горит Давайте отпустим Ильич Дович Да, потому что Я знаю, что вам нужно идти Спасибо, что вы Счастливо Не машину Не нарушу Я хочу пригласить К нашему разговору Народного артиста России Эдуарда Лобковского Человека, который Первым исполнил Гимн Советской милиции Песню Из кинофильма Следствие ведутся на такие Встречаем Эдуарда Максовича Давайте посмотрим фрагменты С кинофильма Чтобы напомнить молодежи Внимание Наша служба Не опасна и трудна И на первый взгляд Как будто не видна Если кто-то Кое-где У нас порой Честно Жить не хочет Значит С ними нам вести Незримый бой Так назначена Судьбой Для нас с тобой Служба День и ночи Ну песня Актуальна и сегодня Как мы уже сказали Как вам довелось Быть первым Кто исполнил Эту песню В кинофильме Здравствуй Твое величество Случай Я выходил С очередной записи На радио И проходя Мимо первой студии Вдруг меня останавливает Анатолий Горохов Он певец И сам поэт И редактор радио И умоляет Говорит Я тебя прошу Завтра уже надо Сдавать фильм А у нас что Песни не подложены Какая песня Я говорю Я не могу Я опаздываю На концерт У меня вот уже Машина ждет Но там Говорит Песни Две минуты Ты быстро запомнишь И спрашивай Я тебя даже подпою Сказал Толий Горохов Мы заходим в студию Сидит Марик Минков Я не знал Кто это такой Кудрявый мальчик Я первый раз Самое интересное Я потом только узнал Что это вообще Это первая песня С которой начал Марик Минков Вот на радио И в кино Мы встали к микрофону Спели Нашу службу Опасный тур Не по нотам Я говорю Всего извини Не могу И убежал Через некоторое время Встречает меня Мина Яковлевна Бланк С Мосфильма Редактор музыкальный И говорит Дорь Как хорошо ли Легла песня В наш фильм Средства ведутся Такие Первый раз слышу Я никогда ничего не писал Потом Через несколько дней Встречает меня Зинкина Ира С юности Говорит Ой А мы пластинку выпустили С той С той песней Я говорю Да вы что сговорились Что ли Я никакой песни вообще не пустил Я думаю Ну я что-то вякнул Убежал Вот так вот Как вы слышали Пропели И все Вот И потом Вдруг Мне Судовых Редактор Валентин Говорит Надо встретиться С композитором Молодой Композитор появился Марк Минков Может ты поедешь К нему домой Я говорю Ну хорошо Я приезжаю Смотрю что-то лицо знакомое И он мне говорит Я вас тоже где-то видел Я говорю Может на радио Говорю может быть Он мне показывает Свои песни Я смотрю Стоит пластинка Следствие ведутся Такие Можно посмотреть Ну пожалуйста А можно послушать Пожалуйста Узнаю свой голос Он говорит О так это же Вы записывали эту песню Через полгода Причем потом У меня уже Спрашивали на концерт Когда я пел Говорят Спойте пожалуйста Наша служба А я даже слов не знал Я через несколько лет Только слова Списал И стал Песня Алла Борисовна говорит Смешной очень текст Мне туда не показался Смешным Я и в них Наверное не успел Смешной или нет Но песня стала Гимном милиции Я горжусь АПЛОДИСМЕНТЫ Марк Минков Женским композитором Вы согласны Потому что вы тоже Исполняли его песни Я буду немножко волноваться Потому что В моей жизни Марк Минков Ангел-хранитель Вообще всей Моей творческой карьеры Потому что Мы познакомились На 50-летие У Юрия Евгеньевича Я Рыбчинского В Киеве И мне 18 лет Они просто Легендарные люди Доверили мне Спеть песню Иерусалим Я своими руками Пошила Из беленького Значит Какой-то Конюшечки Платьишко С синий Каймой В израильский флаг Вышло впервые Это первый большой концерт Первое серьезное Переживание И я очень волновалась Потому что Были все звезды Ну просто все Я спела эту песню И для меня Был шок Представьте Первый концерт И весь зал В конце песни Поднялся И аплодировал стоя И я понимала Что это аплодисменты Не мне А великой песни Великолепной совершенно Которая потом Принесла мне победу На Славянском базаре Вот Давайте посмотрим У нас есть Эта песня Внимание Иерусалим Иерусалим Стоит на холмах Иерусалим Парит в облаках Сейчас еще одна короткая реклама Далее в нашей программе песня Которая стала визитной карточкой Валентины Толкуновой Еще до встречи вышла нам Разлука А все же о тебе Я вижу сны Ее брат Будет в этой студии После рекламы Вы смотрите Пусть говорят 29 мая Остановилось сердце Композитора Марка Минкова Его песни Любит и знает Вся страна Сейчас вы услышите Мелодию Которую многие из вас Знают Наизусть Каждый май Накануне Дня Победы Мы еще раз И еще раз Переживаем Те эмоции Которые Подарила нам Когда-то Песня в исполнении Валентины Толкуновой Еще до встречи Вышла нам Разлука А все же О тебе Я вижу сны Да разве Мы прожили Друг без друга Мой милый Если б не было войны Мой милый Если б не было войны Сергей Сергей Васильевич Толкунов Родной брат Певицы Сегодня В нашей студии Здравствуйте Хочу сказать Что два года назад Когда Ушла из жизни Ваша сестра Марк Анатольевич С душой Принял приглашение На этот эфир И Говорил здесь О вещах О которых Вы здесь Сегодня Тоже говорите Внимание на экран Я до сих пор Не могу поверить Что Вали нету Когда Я вышел Из Театра эстрады Где С нею Мы прощались И увидел Эту Безумную Очередь Гигантскую На улице Я понял Что это Был за человек Что это был Не только артист Это был Некий знак Как мне кажется Почему Это считалось Не форматом На Телевидении Мне никто Не сможет Объяснить До сих пор Я не понимаю Что такое формат Никто не понимает И Понимаете Что Почему-то Все время В голове Бьется строчка Из Пушкина Да Они Любить умеют Только мертвых Это из Бориса Гудунова Вот сейчас По всем каналам Идет Толкунова Где вы все были раньше Ребята Он говорит Ту же мысль Алла Борисовна Которую Слава И Вы сказали А это правда Что эту песню Сначала Марк Нолич Принес вам А потом И только Отнес ее Валентине Толкунову Тебе надо Сейчас Но Ну принес Но он рассказал В этой передаче Ну я Как-то Я ее даже записала Записала Да Но потом Сказала Мне кажется Марик Что Я пою Про другую Войну Про афганскую Понимаешь Как-то вот у меня Другая картина А тебе нужно Более глобально Что-то такое Попробую Попробую еще С кем-нибудь Вот Свалиться Он говорит Да Да Я говорю Вот Когда Валентина Поет Как-то вот Люди могут Абстрагироваться И смотреть Вот какую-то Картину Другую Которую Она преподносит Я говорю Когда я пою Все время Связывает со мной А со мной Может связано быть Только Афганская война И как-то вот Как ты это Преподнесешь Не знаю Я говорю Давай лучше уж Попробуем Попробую с кем-нибудь Вот с Валей Особенно И это была удача Это было просто Великое исполнение Такой душевной Теплоты Потрясающе А для Валентины Васильевны Что значила Эта песня Ну во-первых Я Помню Как делалась Эта песня Как она рождалась Все Вот сейчас нам дали Запись Без вступления А Валю Это не устраивало Потому что Она чувствовала Что-то неуютное Для себя Я вспоминаю Когда Давид Владимирович Разложил на аккорды Арпеджата Такое сделал Перед вступлением В песню Все равно Не устраивало И Вдруг Кто-то из музыкантов По-моему Трубач Пап-пап Пара-пап В марше Сыграл это И песня Встала Тут же Дописано было Вступление В марше И Вот этот марш Который Как бы Ну Собирал что ли Вот этот образ Как бы Настраивал На То о чем Будет песня И после этого арпеджата, марша арпеджата, и вдруг вступал голос, еще до встречи вышла нам разлука. Песня всегда была востребована, и очень часто люди, если она не звучала в концертах, просили, и всегда были у кого-то на глазах слезы. — Я знаю, что мама Валентина Васильевна любит эту песню, ваша мама любит и исполняет тоже ее. — Ну, мама вообще музыкальный человек, и она, забываясь, всегда начинает петь. Вот какие бы невзгоды, что бы ни случалось, ну, две недели назад мы на даче были, и вдруг мама что-то запела, что-то делая какую-то работу, запела. Я говорю жене, Лера, по-моему, это хороший знак. — Дайте, послушайте внимательно. — Так. — В этом углу, вот в этой комнате, стоял здесь пианино. И так, чтобы свет падал на ноты, и сюда приезжал Марк Минков. И тут шла репетиция. Вначале садился композитор за пианино, и она внимательно слушала музыку. После уже ухода его начинала разучивать сама и вкладывать в эту песню свою душу. И эти два человека, которые один создал эту песню, другая исполняла эту песню, они не будут забыты никогда. «Была я была моложе, мой милый, если бы не было войны». «Была я была моложе, если бы не было войны». Марк, ну ты как тезка, как человек, который родился, когда уже песни звучали из всех радиоприемников. У тебя какая любимая мелодия? Знаете, я, Андрей, хотел, во-первых, сказать, какое у меня сейчас ощущение, да, от всего происходящего. Очень горько, потому что мы слышим целыми днями это всю Думуру, и вот эти песни слышим крайне редко. А если говорить о любимой, то я буквально где-то несколько месяцев назад, роясь в интернете, на Ютьюбе нашел запись, как раз, когда Алла Борисовна поет эти «Летние дожди». Я ее выложил у себя в социальной сети, она просто взорвала эту сеть. И для меня это в одном ряду. С Далидой, с Жаком Брелем, с Эдит Пиаф и вот этим исполнением Аллы Пугачевой. АПЛОДИСМЕНТЫ Андрюша, можно ли мне это рассказать? Вот очень своевременно Марк сказал Тишман, просто умница. Дело в том, что, во-первых, в нашей стране достаточное количество очень умных людей с прекрасным музыкальным вкусом, которые организовывают в интернете фан-клубы, и где звучит музыка Минкова, и музыка прекрасных композиторов, о которых не делают передачи «Достояние республики», скажем так. И вот если бы не эти люди, и я теперь знаю, что, Марк, ты тоже большой молодец, что ты это сделал, потому что я обожаю, когда Аллочка садилась за рояль и играла эту песню, просто это было счастье. Вот, и тоже очень люблю эту съемку, и мне повезло, я много раз это видела живьем. Так вот, если бы не эти люди, композиторы многие думали бы, что они не востребованы, что они никому не нужны. Счастье, что это и есть. А почему происходит такая ситуация? Дело не в том, формат, не формат. Марк Минков разносторонний композитор. Я считаю, что в «Вербочке» это формат, потому что я понимаю, на самом деле, что такое формат. Я на самом деле понимаю, что вкладывается в понятие формат. Дело не в этом. Просто есть композиторы от музыки, и есть композиторы от шоу-бизнеса. Марк Минков был композитор от музыки. Композитор с большой буквы. Сейчас мы сделаем еще одну короткую рекламу. Далее в нашей программе последнее интервью Марка Минкова, которое он дал в феврале этого года, и его любимая песня. В эфире «Пусть говорят» 29 мая не стала композитором Марка Минкова. Его песни любит, знает, обожает. Вся страна во время рекламы к нам присоединилась заслуженная артистка России Светлана Степченко. Она пела огромное количество песен Марка Минкова в фильмах. Давайте посмотрим один из них. Внимание на экран. Сколько вам было лет, когда вы записывали таким голосом эту песню? 19. Ощущение, что 5 просто. Вы знаете, Андрей, мне было 19 лет. Я увидела Марка Анатольевича, вообще вся моя история с ним, это фильмы, которые я озвучила. Я озвучила очень много фильмов, мультфильмов. До сих пор это делаю, до сих пор у меня такой голос, абсолютно. Он не изменился. Я расту, я взрослею, а голос остался детский. И я пришла 19-летней девочкой, увидела и влюбилась. То есть еще было такое чувство влюбленности. Я озвучила там половину персонажей. Катя Троян еще пела, да. И Мининский хор пела за детский хор. Просто стояли такие тетеньки, вот как я сейчас. И пели. Есть такой эффект, буратино называется. То есть дают немножко медленнее скорость, записывают на эту скорость, потом поднимают. И такой смешной очень получается голос. Вот такая история была. И давно мы с ним не встречались, не виделись. И последний раз мы повстречались совершенно неожиданно на примере мультфильма Гарри Барди «Нагадкий утенок». Я озвучивала утенка, и в Доме музыки огромное количество людей, мне знакомых, незнакомых. И вдруг я вижу, все тот же Марк Анатольевич, такой же красивый, такой же светлый. Он ребенок действительно, Алла Борисовна, потрясающе все было сказано, вот все про него сказали. Но формат, не формат, но детские-то песни уже сколько поколений воспитываются, сколько поколений танцуют, поют эти песни. Вот самое главное, наверное, потрясающе, гениально. Марк Анатольевич говорил, что одна из его любимых мультипликационных работ – это мультфильм «В порту». Вот как вспоминает работа на этой картине Марка Минкова Аля Конуфриев. Посоветовали молодого композитора. Говорит, вот очень появился, так сказать, на горизонте молодой талантливый композитор. Марк Минков. Мы встретились с ним. Он только начинал тогда свой творческий путь, свою жизнь творческой. И очень волновался, потому что я к тому времени, в общем, уже был такой, на это уже временские были, там львенок и черепаха были. У него была не самая лучшая и лучшая привычка – грызть ногти. Он от волнения, говорит, что мы совместно написали стихи, музыку, песню, которая называлась «Дельфин». «Дельфины добрые», «Дельфины мокрые» на тебя глядят умными глазами. А «Дельфины скромные», «Дельфины черные», «Просят, чтобы и сказку рассказали». Юрий Сергеевич, вы как поэт-песенник, который тоже много работает для детей, тоже работали много вместе с Марком Анатольевичем. Да, я даже, идя сюда, посчитал, получилось 38 песен мы с ним написали. И даже я принёс вот такую пластинку, где эти песни записаны, только её не издали, сказали не формат. Ну, вот, значит, ну и тут есть даже фотография ему 4 года и мне 4 года. Тут написано, видите, Марик Минко, будущие композиторы, и Юрий Кентин, будущий поэт. Вы считаете, вот какое главное качество помогало ему создавать такие хиты? Я пишу только с композиторами, которые закончили консерваторию. Вот только хотел об этом сказать. Значит, это был любимый ученик Арама Ильича Хачатуряна. Марк Минков. Да, Марк Минков. У него стоит на инструменте портрет. Арам Ильич считал, что это вот будущий великий композитор. Он в него очень верил. Самое сильное впечатление от Марка Минкова, это было удивительное исполнение им мюзикла «Белая гвардия». Он, во-первых, потрясающе пел, почти как Пугачёва. Вот. И настолько выразительно, что мы все представили. И я до сих пор это помню. И дальше было молчание, и потом устроили овацию, ну и даже банкет. А скоро премьера «Белой гвардии» в Екатеринбурге. Да. В Екатеринбурге ставили, да? Вот. Валентина Ильинина, а скажите, а вы как познакомились с Марком Анатольевичем? Мы снимали фильм, я даже забыла, сейчас немножко волнуюсь, какой фильм забыла. Но мы, значит, со Славой Неминным играли мещан. И надо было спеть мещанский романс. Ах, слоники, слоники, прелестные слоники. Ну и когда мы вот собрались, то Слава, он очень потрясающий актёр, он сказал, что «Ты знаешь, со мной петь вообще нельзя, у меня абсолютный слух, я всё, я всю фальшь слышу». Вот, например, оркестр, я говорю, вот этот врёт и этот врёт. Ну, я рухнула немножко, потому что я вообще так пою только дома. Вот. А Марк как-то так смотрел на Славу, что, мол, а потом на меня. И вдруг я вот в его взгляде увидела, что он так вроде как мне говорит, ну что, ты не споёшь, что ли? Давайте посмотрим, как у нас получилось. И мы сделали. По дороге ожидания. Дима, а ты какие песни исполнял, будучи в детском форе? Да, у меня это счастливее. В Большом детском форе центрального радио телевидения под руководством Виктория Сергеевича Попова. И к нам всегда приходили наши великие все композиторы. Сверидов, Хреников, и в том числе я помню приход Минкова к нам. И у меня такое ощущение, что вот последние годы жизни может быть у великого композитора неудовлетворённость именно в крупных формах. Каждый композитор ему мечтает создать оперу. Всё-таки для того, чтобы это создать, нужны помощники, нужны, ну, банальность говорю, спонсоры. Да нет, ну не просто деньги. Больше ничего. Мы ничто не мешаем. Понимаете, а застенчивый человек, застенчивый человек, он может создать музыку. Поэтому я призываю всех, надо помогать застенчивым людям, талантливым. Без этого никуда. Покажу фрагмент интервью Марка Минкова Борису Ноткину. Это одно из последних больших телевизионных интервью, оно было в феврале месяце. Вот что тогда Марк Минков рассказал о трагедии, которую они пережили вместе с супругой, узнав, что сгорела их дача, сгорели архивы, фотографии, любимые книги, всё. И что они сделали? Внимание. Недавно у вас произошёл пожар, причём на даче сгорело всё. Очень дорогие вашему сердцу вещи. И вы так стойко держитесь. Знаете, Борючка, дорогой, есть два способа. Либо держаться, либо надеть камень себе на наше и булькать под водой уже. Сколько хватит булек, да? Поэтому у нас не было с женой никакого другого выхода. Я ей сказал, всё сгорело, замечательно, фиг с ним. Уже не вернёшь, поехали в Испанию. Но у вас же был современный дом, где стоял ваш замечательный рояль. Отчего он сгорел? Замкнула проводка какая-то. Мы же не понимаем в этом, как она сделана. Она же скрытая. Вот. Он сгорел, как сгорел бы любой дом. Говорят, что из-за перепадов электричества это в Подмосковье происходит. Возможно. Запросто. В этом же интервью, Алла Борисовна, Марк Анатольевич признался, что самая любимая песня его, это, конечно, песня «Реклим» на стихи Цветаевой, о которой вы сегодня говорили. И там он рассказывает долго, как он ревновал вас. Но тем не менее, мне кажется, что сегодняшнюю программу мы должны закончить именно этой песней, потому что слова и музыка и смысл – это как раз про сегодняшнюю минуту, про сегодняшний день. Что потом еще одна будет программа. Я, кстати, с Мариком всегда говорил, ты знаешь, очень красивая песня. Я ее очень люблю. Только ради тебя я ее исполню один раз, но не хочу. Ты как черный человек мне принес «Реквием». Я ее, эту песню, очень боюсь. И вот один раз только я ее исполнила. И в этой песне, мне кажется, душа Марки Минкова. Пусть столько лет упала в эту песню, Разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну. С поверхности земли Застынет все, Что пела и боролась. Сияла и рвовозь. И зелень глаз моих, И нежный голос, И золотых волос. И будет жизнь С ее насущным хлебом, Забывчивостью дня. И будет все, Как будто бы под небом. И не было меня Изменчивой, Как дети в каждой мине. И так недолго злой, Любивший час, Когда дрова в камине Становятся золотой, Виоланчей. И габалька, и габалька, и печальщик, И колокол в стиле, Меня такой живой, настоящий. На ласковой земле, На ласковой земле, К вам все, что мне, Ни в чем не звавшие меры, Чужие и свои. Я обращаюсь с требованием веры, И с просьбой о любви. Спасибо.